Венецианские дамы, кисейные барышни и современные женщины смотрят на зрителя с портретов, размещенных в зале Одинцовского историко-краевического музея. На открывшейся в преддверии 8 марта выставке под названием «Но есть такие женские глаза» представлено 29 работ мастеров Одинцовского отделения Союза художников Подмосковья. Художники прекрасные и чудесные, но сегодня выставка, мне кажется, по-особенному хороша, потому что она посвящена самым прекрасным нашим женщинам, красивым, умным, мудрым. На портретах в основном изображены реальные люди, живущие по соседству. Есть три работы, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны. Это очень важно, это очень трогательно, что наши художники, их, заметьте, никто не заказывал, никто не просил. Это веление души. Они сами пишут вот этих вот женщин в возрасте, в глубоком уже. Одна из этих работ – портрет бабушки Елены Трушниковой. Автор изобразил родную бабушку и свои воспоминания о ней. Я свою бабушку помню по белым валенкам, которые у нас были ежегодно, потому что у них были свои овцы, валенки-самокаточки, по белым носочкам, по белым варежкам, свитерам и всем остальным прочим. То, что я помню бабушку, летом она у нас то в огороде, то со скотиной, то где-то там еще, а зимой она вот с клубочками, с клубочками, с носочками. Вот это моя бабушка. Геннадий Дубровин представил на выставку свою работу «Фигура». На ней он изобразил свою даму сердца – Оксану. Ну, это наиболее натуралистично. Я это пишу немножко более, ну, как говорят, абстракции, переходящие в реальность. То есть на грани вот там что-то угадывается. И то есть пытаюсь заставить зрителя думать. На открытие выставки публике собралось немного. Несмотря на небольшие послабления, в музее все еще действуют определенные ограничения. Однако первые зрители все же смогли оценить экспозицию. Эта выставка очень мягкая, она очень нежная. Вот. Она прямо под праздник 8 марта. Она очень красивая, достойная выставка. Помимо графических и живописных работ на выставке также представлены скульптуры из гипса и дерева. Но главные героини везде – женщины. Портрет, он как исповедь. Вот вообще. И для художника, и для модели. Почему? Потому что ты понимаешь, что тебя сейчас… Вот тебя пишут так, как тебя художник видит. Это взгляд со стороны на тебя. Но и ты, когда посмотришь свой портрет, это будет какой-то другой новый взгляд на себя. Посетить выставку все желающие могут до 2 мая. Для этого нужно предварительно позвонить в музей, предупредив о своем визите. Сейчас там уже принимают группы до 12 человек. Защитные маски по-прежнему необходимы. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».